Дети войны в Октябрьском Дети войны доказывают, что неравнодушие не выходит на пенсию. Ансамбль «Дети войны» – коллектив девичей. Отсюда и романтическое настроение, которое читается между нот. Со сцены округа солистки поют о любви уже три года, но до сих пор нервно теребят в руках платки, когда перед ними открываются кулисы. Волнуюсь очень, волнуюсь, очень волнуюсь. Мы все, наверное, так волнуемся. Так все получается, хорошо. А как на сцену выйдешь? Ну, как все, наверное, волнуемся. Чаще, чем о любви, ансамбль поет только о войне. С фронтовыми песнями коллектив гастролирует по школам округа, чтобы передать подрастающему поколению свои знания о тех непростых годах. Каждая солистка – член общественной организации «Дети войны в Октябрьском» и свидетель событий послевоенных лет. «Давно мы дома не были» – песня фронтовой молодости Петра Пустовара. Ветеран Великой Отечественной войны принял свой первый бой в 17 лет. Получил благодарность Сталина и заплатил за нее четырьмя тяжелыми ранениями. Петр Андреевич освобождал Смоленскую, Брянскую области, Беларусь. Беларусь, я понимаю, что мы прошли ее, ни одно человека не встретили. Нигде никого нет, все уничтожено. Только еще в лесах, где-то жили у землянках партизанской. Вот такой фашист был. И так везде, где бы мы ни проходили, следы, следы варварских, уничтожений. Война – это страшная вещь, не дай бог. Петр Пустовар – один из четырех ныне живущих в Октябрьском ветеранов. Ушедшие из жизни герои смотрят на потомков с черно-белых фотографий в штабе общественной организации «Дети войны в Октябрьском». Слово за этих свидетелей военных лет берут их дети. Любовь Клышникова хранит историю о своем отце – летчике-испытателе, который ушел на фронт в первые дни войны. Где-то в конце 41-42 года он погиб. И он имел орден Ленина, боевых вылетов. У него было 109 раз. Сегодня 240 детей войны из Октябрьского вкладывают в головы подрастающего поколения достоверные факты из биографии героев войны. Просветительскую работу они считают главной своей миссией. Участники общественной организации даже издают книги, чтобы сохранить уникальные истории на века. Я хочу, чтобы мои дети, мои внучата знали про это. Как нам тяжело было после войны. Как мы голодали. Они вот сейчас живут во всем роскоши, ничем не нуждаются. А мы раньше кусок хлеба, чтобы купить, какие-то нужны были деньги. Мы еще были маленькими детьми. Мать с отцом работали, а мы им помогали в работе в этой. Анастасия Сычева – член актива «Детей войны в Октябрьском». 30 человек решают насущные общественные вопросы. У каждого своя роль. Надежда Григорьева – местный летописец. Собирает фотосвидетельства из жизни организации в альбом. Здесь воспоминания об уроках мужества, выступлениях ансамбля и волонтерских акциях. Сейчас у меня такая задумка. Хочу сделать историю нашего поселка. Вот именно отдельно все это отразить в фотографиях. Чтобы когда мы этот альбом передадим молодежи, они видели все это наглядно. Но не только об умах молодежи заботятся дети войны. Под их опекой старшие поколения жителей Октябрьского. Активисты привлекают силы волонтеров, чтобы помочь пожилым одеждой и продуктами. Бывает, скидываются на гуманитарную помощь со своих пенсий. Случись что, и в общественную организацию звонят как на горячую линию. На наш коллектив у поселка, у стариков очень большие надежды. Что-то где-то случится, в первую очередь звонят нам. Нету света, нету воды. Кого-то обидели, какую-то старушку обманули. Все к нам, и мы все вот так вот здесь, все коллегиально решаем. Паузы между решением организационных вопросов и насущных проблем дети войны заполняют мечтами. Солистки ансамбля хотят записать музыкальный альбом. Члены общественной организации мечтают основать музей, посвященный истории Октябрьского, и отреставрировать памятник воину-освободителю. Одних пенсий активистов на осуществление этих амбициозных целей не хватит. Но дети войны надеются, что найдут поддержку среди неравнодушных люберчан. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.